Добрый день. Начнем с первого вопроса. Какова сейчас работа по итогу Крымской платформы? На чем сейчас работаете и каковы планы? А потом более подробно о каждом месседже уже поговорим. На ваш вопрос, вы знаете, можно отвечать в нескольких плоскостях, потому что, как вы знаете, у Крымской платформы есть несколько форматов или несколько треков. Это экспертный трек, где работает экспертная сеть Крымской платформы, которая включает независимых экспертов и экспертные организации. Этот трек они разрабатывают policy papers, то есть рекомендации для госорганов Украины. Второй трек – это трек парламентский. В Верховной Раде Украины создано межфекционное объединение «Крымская платформа», а также это соответствующая работа наших парламентариев в разных парламентских ассамблеях международных организаций. И, собственно, третий трек – это трек правительственный, где Украина действует как государство. Он, условно, можем сказать, разделяется на внешний трек и внутренний трек. Внешний трек – это вопросы, за которые, конечно же, отвечает Министерство иностранных дел, поскольку оно является украинским foreign policy agency, и МИД сейчас делает очень большую и важную работу. По сути, он формирует сеть focal points, то есть сеть контактных лиц в разных столицах, в правительствах, в министерствах иностранных дел, в других государств, участников Крымской платформы для того, чтобы иметь эффективную коммуникацию и координацию по всем вопросам, связанным с Крымом. Ну а также планируется конференция по вопросам безопасности в Черноморском регионе на февраль 2022 года. По внутреннему же треку Крымской платформы, за который отвечает, собственно, пресс-лисса президента Украины в Автономной Республике Крым и наша служба обеспечения деятельности Крымской платформы, которая, по сути, является офисом Крымской платформы, национальным офисом Крымской платформы. Мы занимаемся внутренними делами, которые важны у нас в нашей юрисдикции украинской, и тут мы говорим и о законопроектах, и о работе по имплементации и реализации конкретных проектов. Ну, в частности, я думаю, вы знаете, на прошлой неделе Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект о защите политузников 6104, президентский законопроект. Вот, собственно, это один из результатов работы вот этого внутреннего трека Крымской платформы. Скажите, пожалуйста, работа и наработки внутри Крымской платформы, внутри офиса Крымской платформы могут ли быть потом одним из причин усиливать санкции против Российской Федерации за временную оккупацию Крыма, либо же за нарушение прав человека в оккупированном Крыму? Конечно, естественно, потому что, собственно, мы тут говорим о наработке, во-первых, нашего украинского закона о санкциях, который нам нужно менять. И у нас есть сейчас разработанный, мы его называем пакет законопроектов Крымской платформы, куда законопроект о санкциях, безусловно, входит. И также вопрос гармонизации украинских санкциями международных партнеров, безусловно, тоже играет очень важную роль. Мы, по сути, постоянно мониторим все, что происходит в Крыму, включая нарушения прав человека, другие нарушения, экологию, все, что делает государство-оккупант незаконного. Мы регулярно в формате, конечно, более рекомендательном, информационном, потому что мы как орган непосредственно на санкции лиц не подаем, но мы соответствующие данные по конкретным нарушителям в Крыму, гражданам Российской Федерации, мы присылаем эту информацию в госорганы Украины, которые могут соответствующие санкции накладывать. И мы это делаем регулярно и постоянно, и я думаю, вы тоже видите, как сейчас активно у нас работает трек санкций, в частности, на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины, когда это касается событий в Крыму. Антон, мы ранее уже с вами в эфирах говорили о том, что самое первое, что нужно сделать, это, во-первых, возвращать людей, а уже потом территории. Это в том числе и предоставление услуг на административной границе с Крымом. Ранее, опять же, вы на своей страничке в Facebook очень часто опубликовали то, что много министров, много послов приезжало на административную границу с временно оккупированным Крымом. Можете ли сказать, возможно, проанонсировать, какой ход работ сейчас на административной границе, на КПВВ, имея в виду в вопросах предоставления административных услуг? Безусловно, мы с конца сентября 2020 года, по сути, начали этот проект, его условно, наверное, можно назвать проектом, да, визиты иностранных представителей на админ-черту, админ-линию с Крымом. Действительно, мы, когда начали это делать, мы увидели, что никого не было на админ-линии с Крымом. Все, безусловно, внимание всех на Донбасс. Это, конечно, хорошо, мы это приветствуем, но мы говорим о том, что в работе по Крыму и в понимании наших международных партнеров должна быть вот эта определенная эмпатия, да, и понимание ситуации, которые ты можешь увидеть своими собственными глазами. И это очень важно, мне думается, для того, чтобы действительно Крым не становился для международных партнеров просто письмом в электронной почте, распечатанным по работе и все. Поэтому мы где-то по состоянию на сейчас около 30 делегаций съездили на админ-линию с Крымом. Мы будем продолжать эту деятельность. Мы считаем ее очень важной. Сейчас у нас работают на админ-линии с Крымом два КПВВ – это Каланчак и Чонгар. Чаплинка сейчас закрыта. Но наши два КПВВ работают в штатном регулярном, так сказать, режиме. Мы на постоянной связи с пограничниками Херсонского погранотряда, которые обслуживают эти два КПВВ. Что очень важно, КПВВ «Каланчак» уже также передан на баланс мин-реинтеграции соответствующего госпредприятия реинтеграции и возобновления, которое является частью мин-реинтеграции. Это очень важно, потому что у нас уже у двух КПВВ на админ-черте с Крымом и у Чонгара – это было немножко ранее, и сейчас у «Каланчака» есть хозяин полноценный – это госпредприятие мин-реинтеграции. Соответственно, все, что касается услуг и все, что касается необходимого обеспечения деятельности КПВВ, как режимной, так и сервисной зоны, теперь, собственно, ясно, к кому обращаться и кто за это отвечает. Также очень важно, что на КПВВ «Чонгар» уже установлен интроскоп. Это специальный рентген-аппарат, который может проверять, что находится в личной поклаже гражданина, без того, чтобы туда пограничник, собственно, физически осуществлял этот досмотр. Это очень важно, потому что, действительно, это и защита прав человека наших граждан, и соблюдение безопасности государства. Надеемся, что скоро такой же интроскоп будет установлен на «Каланчаке», то есть это вот из новинок. И также с 1 декабря стартовала вакцинация международно признанными вакцинами «Коронавак», «Файзер», «Модерна» непосредственно в сервисной зоне КПВВ «Каланчак» и «Чонгар». То есть уже с 1 декабря наши граждане Украины, которые перемещаются через админчерту, могут, естественно, безоплатно совершить вакцинацию международно признанной вакциной как на КПВ «Чонгар», так и на КПВ «Каланчак». Маленькое уточнение. А известно ли уже количество людей, которые непосредственно из Крыма, временно оккупированного, приехали, чтобы вакцинироваться? Количество значительное. Количество значительное, и едут действительно люди, видят эту информацию, передают ее дальше в Крым. То есть каждый день, условно, у нас есть граждане, которые вакцинируются. Главный вопрос, как и всегда, во всем, что государство Украина делает касательно временно оккупированного Крыма, это дать информацию туда, чтобы люди ее увидели, услышали, допоняли и могли воспользоваться этой услугой. Но сейчас уже еще расскажу, что, по сути, каждый день вакцинации проходят на обоих КПВ, и, безусловно, это очень важно. Но это десятки, сотни или тысячи? Нет, ну это могут быть десятки в день, скажем. Но все равно это очень хороший месседж. Спасибо вам большое, Антон, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру, за то, что прокомментировали очень важную информацию. Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в автономной республике Крым, был на прямой связи с нашей студией. Хотите получить больше информации? Тогда подписывайтесь на наш Facebook, YouTube и Telegram канал Дом. Там много полезной и важной информации для вас. Спасибо за доверие и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok